Радио Болтком Студио-музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит, Боже мой, все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас! И сегодня у нас в гостях рижанин, наконец-то! Наконец-то мы можем вновь поговорить о концертах органной музыки и, в принципе, о концертах, которые скоро будут в Риге. В гостях у нас музыкальный директор Домского собора, главный органист Айгерс Рейнис. Здравствуйте, Айгерс! Здравствуйте! Очень рада вас видеть и радостно понимать, что все-таки когда-то концертная жизнь начнет быть и в Риге. Расскажите, какие планы в Домском соборе? Ведь буквально со вчерашнего дня, можно сказать, сняты ограничения. Ну, планы, как обычно, большие. Но надо сказать, что Домский собор хоть бы и был закрыт, но все же мы все это время что-то делали, да, и работали, например, с нашими композиторами, да, и как бы развивали творчество органной музыки Латвии, да. Кстати, к январю этого года у меня на столе уже было 25 новых произведений, которые вот в это время вот вместе с композиторами как бы сделали премьеры и так далее, да, и были концерты вот в интернете, да. И сейчас уже... Да, и все были онлайн-трансляции. Расскажите поподробнее, 25 новых партитур, это были все премьеры, и кто это композиторы? Есть новые имена или уже знакомые нашей аудитории? Там и наши профессионалы уже, которые уже такие большие композиторы, уже мы их знаем, и молодые композиторы, вот когда уже в прошлом летом, осенью уже видели, что там будет закрываться опять все это, успели еще встретиться с нашими новыми композиторами, это студенты из Латвийской музыкальной академии и из музыкальной школы тоже, да, из Резекне, из Венспилса и так далее, успели встретиться в Домском соборе и как бы создать вот для этих юных композиторов какое-то представление об органе, да, как бы и этот проект, и так он назывался, как это уже по-русски, ну, это потом, скажем, как бы вдохновить вот этих новых композиторов, и вот этот орган вот обычно у нас кажется такой большой и очень сложный, и так это лучше вот со стороны, да, вот ознакомились наши композиторы, и вот 15 наших юных композиторов сочинили произведения для органа, и этот концерт прямой трансляции прозвучал в этом году, в марте, да, там и Кристина Адамайте играла, и Елзерена, и я вот как это сделали премьеру, и мне вот эти молодые композиторы говорили, что вот это как бы такой семейный праздник был, вот дома вот вся семья села, да, там в это время, и как бы праздник вот молодого композитора вот прослушать своё произведение из Домского собора. Ну, конечно, там были лишь, да. Да, и в исполнении ещё в дальнейшем латвийских музыкантов. Расскажите, насколько легко было учить новые партитуры, ведь не все композиторы пишут ясные, даже музыкальные тексты, иногда просто даже сложно понять, что хотел композитор. И требовались ли вы такие консультации с композиторами, чтобы уточнить, что именно обозначает этот текст, который был написан? Ну, текст, я думаю, вообще целости. Я был очень удивлён, что вот каждая эта композиция, как бы, ну, не студенческая, а уже как бы такого уже сложившегося автора, да, потому и каждое произведение, как бы, мы изучали с интересом. К тому же, и, конечно, были консультации, мы предлагали ещё пока можно было вот встретиться в Домском соборе и что-то так, как бы, послушать, как это может звучать, и как это, да, и это уже во время творчества, во время создания, да, возможно, было это. И, конечно, когда уже премьера, уже было скоро, да, тогда уже каждый органист тоже записал, да, и послал нашим тогда композиторам послушать, и было дискуссии, как лучше, как что. Так что это, я думаю, для молодых композиторов и для нас, органистов, конечно, это было очень такое, ну, творчески такое, ну, богатое такое время. Ну, и, конечно, 10 профессиональных композиторов, произведений, которые некоторые прозвучали в мае, да, тоже, в концерты, прямой трансляции, и ещё некоторые произведения будут прозвучать уже дальше в течение года. Есть ли в планах вот эти концерты современных композиторов повторить уже вживую, когда будет такая возможность? Ну, конечно, план такой был, ну, будем смотреть, как будет развиваться вот наша жизнь дальше, да, тогда уже, ну, конечно, молодые композиторы, конечно, я думаю, ждут свою премьеру вживую, да, когда уже можно в самой церкви слушать, это, конечно, что-то совсем другое. Конечно, в этих трансляциях мы можем видеть, как органист там играет, да, так лицо смотреть, что происходит, и вот этот весь звук как бы ясный, и всё можно расслышать, но всё же церковная акустика и слушать на месте – это, наверное, что-то божественное. Действительно так, и мы все ждём, когда же Домский собор начнёт звучать для всех слушателей. Известен ли какой-нибудь концерт, который пройдёт уже при живой публике? Сейчас уже приняли решение, что Домский собор будет открываться с 1 июля, тоже для посетителей, да, и будем как бы и открывать наши концерты постепенно, да, в 2 июле уже первый концерт с публикой, да, конечно, там все эти ограничения, мы не знаем, там ещё что-то поменяется или нет с этими, с ковидовыми сертификатами и так далее. Но это надо смотреть тогда подобные информации на сайте Домского собора. Но начинаем, да, и, кстати, с международным таким большим органистом Герхард Крахфорст с Германии, да, он просто изящный импровизатор и виртуоз, вот этот первый концерт мы начнём с его импровизации, весь концерт импровизации в различных стилях. Там импровизации в стиле Баха, импровизации в стиле Хенделя, импровизации в стиле Листа, да, и к тому же вот в этих импровизационных концертах Тоже есть такое, что перед концертом некоторые темы организаторы дают органистам, нет времени подготовиться. Я думаю, этот импровизационный концерт никогда не сыграешь одинаково, потому что этот концерт 2 июля, я думаю, будет единственный в мире. В том смысле, что так играть можно только однажды. В Латвии уж точно это будет единственный концерт, и в принципе это достаточно редко, когда можно услышать концерт, стоящий только из импровизации, и тем более такого выдающегося мастера. Очень рекомендую всем слушателям пойти 2 июля. Скажите, есть ли ограничения по количеству публики или с этим ковид-сертификатом может прийти фактически та же тысяча людей, которые вмещают церковь? Да, но мы, конечно, будем следовать всеми указаниями, которые в государстве есть. Пока есть ограничения 300 слушателей, несмотря на то, что у нас там 1400 мест вместе вообще в Домском соборе. Но и, конечно, ограничения на том, что мы будем идти вот этот средний путь, когда может приходить с сертификатом, и вакцинированные, и которые проболели, и с тестом можно приходить. Так что, конечно, там надо... То есть можно прийти с тестом, если даже нет сертификата при вивке, можно прийти с тестом? Тестом? Или нет? Да, можно. Мы будем вот этот средний. И там есть такой пункт, что можно с тестом свежим 48 часов, да, или этим экспресс-тестом 6 часов. Так что мы как бы ждём нашу публику, но такую побольше, чем только вот этот узкий круг, да. И, конечно, там уже ограничения, как сидеть, места надо, билет на место, и, конечно, там маски и так далее. Но всё же можем в Домском соборе слушать органы живой, живой концерт, да. Раньше было бы даже странно слышать, что можно в Домском соборе, ведь концерты проводились летом каждый день. Концерты пиккола можно было услышать, и два-три раза в неделю большие концерты. Как всё меняется, и большое счастье, что всё-таки вновь возобновляются концерты. 2 июля состоится концерт немецкого органиста, и в программе будет сплошь импровизация. Мне интересно, Айгарс, скажите, будет ли у него ассистент, или он, если подразумевается импровизацией, то ему никто и помочь не может. Он будет сам с этим сложнейшим инструментом входиться сам. Ну, я ещё этого не знаю, но вот приходите, будете видеть, как это, как обычно, уже прошлое лето тоже было. Там в зале можно будет смотреть в экран, как органист всё работает. Там, конечно, различные, есть и ассистент, как бы, в начале пьесы, да, потом в середине, конечно, органист сам всё делает, как, ну, в ту минуту, в ту секунду, что он захочет, да, там сыграть в это время. Так что, я думаю, что и в этом плане, конечно, это, как бы, сюрприз для слушателей. Действительно, сюрприз. А скажите, пожалуйста, как с импровизацией обстоят дела в Латвии? Кто сейчас преподает мастерство импровизации в Латвийской академии музыки? Ну, импровизации в Латвии, таком, я не знаю, там, ну, как бы, очень редко вообще, да, когда мы вспомним, вот, импровизация, она из школы в Франции или и в Германии, это, конечно, мы там не стоим так далеко. И, к тому же, вот, наш такой, ну, большой импровизатор Атистепинч уже, где-то 10 лет уже не с нами, да. Так что, ну, конечно, есть Айвард Скалейс, который импровизирует. Ну, надо сказать, что церковные органисты, конечно, в церкви, в богослужении тоже импровизируют, но вот такой концертной импровизации, конечно, очень редко. Вот Илзе Рейн тоже ехала и училась на импровизации, так что она тоже преподает, да, и в академии, и в музыкальной школе, да, но вот, как бы, как бы, подготовить такой целый импровизационный концерт, это нелегко, и, как бы, мы больше работаем с литературой, да, но бывает. Ну, бывает, да, потому что, например, вот юбилей Гунтара Праниса, который будет 7 июля, ну, Гунтар, конечно, работает с Григорикой, да, с григорианским пением, и вот там тоже программы импровизации, да, которые, вот, я буду немножко там импровизировать тоже, на этот хорал древний, да, так что немножко, но есть у нас тоже. Дорогие друзья, наша передача «Культурная среда» у нас в гостях сегодня Айгар Срейнис, музыкальный директор Домского собора, и мы вас всех сердечно приглашаем 2 июля на концерт органной импровизации в Домском соборе 19.00. Можно прийти тем, у кого есть ковид-паспорт, и тем, у кого, кто может сдать тест. Конечно, есть ограничения, но они не должны ограничивать нашу возможность слушать прекрасную музыку, и, к счастью, такая возможность наконец-то появляется. Не отключайтесь от нашего радио, небольшая реклама, и мы вновь вернёмся в студию к нашей культурной среде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мы продолжаем нашу культурную среду. С вами я, Елена Привалова, и в гостях у нас музыкальный директор Домского собора, главный органист Айгерс Рейнис. И мы невероятно счастливы, что наконец-то концертная жизнь продолжается. Мы рассказали уже про 2 июля, про концерт импровизации немецкого органиста. Айгерс, что ещё предстоит? Какие концерты будут в Домском соборе? Я уже упомянул большой юбилей нашего ректора Музыкальной Академии, это Гунтер Спранис. И вот будем отмечать в его день рождения, вот этот 7 июля, это его рождение. И будем отмечать с концертами. Конечно, там будет присутствовать эта шоло-конторум Рига группа, которая исполняет обычно вот эти грегорианские пения. Там и будет трио «Артишок», только, но два художницы там будет. И Рихард Залюб, это перкуссионист, и Эва Нейман, который мультиинструменталист, и она, я не знаю, как по-русски, «Дудас», и «Блокфлейты» там, и разные, и «Гобой» тоже она играет. Такие многие. Ну и, конечно, орган. Ну вот, как бы кульминацией этой программы будет премьера Рихарда Дуброс, который сочиняет произведения специально для этого состава. Ну и будет, конечно, и, как сказать, друг Гунтера Праница, Айнарс Мелаус. Это наш певец из поп-культуры, как сказать. Так что очень красочно это всё будет и так далее. Ну и это, конечно, можно слушать в зале до 300 человек, но и этот концерт будет транслироваться в латвийском радио, и через несколько недель, три или сколько, можно будет увидеть в таком канале «Дива.целв», где размещается множество концертов, которые как бы будут там стоять уже 99 лет, как бы для других поколений, чтобы оставалось вот как такая документация, такой канал «Дива.целв». там уже можно увидеть множество концертов, которые были записаны в предыдущем году тоже, так что там и видео, там можно посмотреть концерт в целом. Ну и, конечно, надо сказать, если я продолжу ещё, если в 2 июля вот этот первый наш концерт, то с 3 июля мы будем немножко начинать тоже эти концерты «Пикколо», да, в полдень, в 12 часов, три раза в неделю, но всё-таки, чтобы это как бы для такой маленькой концерта, для интересующих, и к тому же, чтобы органисты тоже как бы не забили вот наш орган, и как бы почувствовали себя тоже такими художниками, чтобы, ну, как бы продолжать нашу органную такую художество тут. Ну, учитывая, что большинство органистов были лишены фактические работы, не все являются церковными органистами, и, конечно, для многих это будет, можно сказать, выход в свет после долгого-долгого перерыва. Но, тем не менее, у вас была очень достаточно насыщенная жизнь, и, наверное, можно сказать, пандемию вы провели с пользой. Расскажите, какие записи вы сделали, с какими составами, какую музыку? Ну, вот эти концерты, которые транслировали, вот они тоже как бы записи, да, можно посмотреть всё в этот день тоже, да, так что это остаётся как для молодых и для других поколений ещё. Я сам сделал в прошлом летом запись в Домском соборе, как такой, ну, как Бах-лист, и Вивальди такой диск, где есть эта пьеса, которую Лист сочинил для открытия Домского собора, не Домского собора, а органа Домского собора, это Валкера, да, так что такой презентабельный диск. Ну, вот пару недель назад с оркестром Кремерата Балтика мы записали тоже органные концерты Мардера Заринча. Наверное, немногие слышали этих концертов, там первый концерт более популярный, вот этот второй, Триптихон, это очень редко как бы исполнялся, но вот это, я думаю, для всех музыкантов был такой опять сюрприз большой, да, как Мардер Заринч, ну, знаете, наверное, русская публика, наверное, не так знает, но вот изначально Мардер Заринч писал музыку для фильмов, для фильмов и так далее, и потом уже как бы это стилистика и такой вот очень интересный юмор у него, вот как он соединяет разные стили, и как вместе вот эта электрическая гитара и орган, и оркестр, и разные ударные, да, так что это, я думаю, вот фантазия у этого композитора была вот такой очень-очень удивительной, вот это, это и мы можем услышать музыку, вот будем ждать, когда видят этот диск, я, знаете, я вот этот диск, я думаю, я, как это сказать по-русски, я вот, ну, предлагаю вот услышать каждому, да, потому я думаю, что это вот как бы для повышения настроения, если мы дома иногда слушаем вот какую-то поп-музыку или так далее, вот это, я думаю, классическая музыка, но вот настроение и вот как бы наслаждаться этим звуком будет то же самое. Замечательно. Где этот диск можно будет приобрести? Также в кассах Домского собора или на каких-то ресурсах? Ну, это ещё, это ещё процесс сейчас, да, только что записали ещё вот этот продакшн, всё, так что мы, конечно, будем информировать, как это, как это, где можно будет услышать, да. Конечно, я думаю, большинство, конечно, и в этих нынешних вот этих порталов, да, там, где музыка, да, мы можем... Да, где музыку можно скачать, потому что сейчас даже не у всех есть дисководы, чтобы послушать сам диск, тем не менее, носитель всегда несёт ценность, просто то, что можно подержать в руках и с большим удовольствием послушать. Айгарс, расскажите ещё о вашем сольном диске, как я поняла, там программ произведения Баха, Листа, расскажите, какие конкретно произведения вы записали? Да, Баховский и Вивальди концерт «Ля минор», там есть и произведения Баха, как и знаменитая токата «Ре минор» с фугой, и как прелюдия, а да, «Джуэй фуга», «До мажор», там есть и хоральные прелюдии некоторые, и, конечно, вот Лист, да, вот интересная поэма, которую Лист сам переложил от оркестра «Орфей». Очень прекрасная такая музыка, которая вот в Домском соборе звучит, я думаю, как симфонический оркестр. Это полный раздумий такой и с большой кульминацией, вот такая очень человеческая такая драма, которая прозвучает на Домском органе. И, конечно, вот это произведение, Хорал, который написал лист для открытия Валкера-органа в 1884 году, и мы записали вот версию не только органа, а вот эту изначальную версию, когда в последнем, вот, как сказать, ну, куплете, или в ходе, там и будет и хор, и духовые инструменты, и тимпаны, так что это произведение, как бы, ну, как бы, ну, как на празднество, да, там и звучит. Насколько для вас сложнее было играть для записи диска, чем, например, играть концерт вживую? Или наоборот легче? Ну, вот вы сами знаете, да, вы сами записали баховский диск, конечно, записать баха, чтобы после того и нравился самому, и так далее. Так что это трудно, конечно, трудно, но интересно, что вот это мы записали перед ковидом, вот этим всем пандемией, когда еще было очень много работ, так что время пандемии, конечно, было лучше записать, поскольку нам было много времени подумать и так далее, но вот это, как бы, такая документировка вот того времени, когда вот жизнь, как бы, не стояла на месте, да. Но все же, я думаю, что это музыка, которую можно записывать каждое поколение заново, да, потому что мы, я думаю, и каждый органист смотрит на эту музыку различно, да, так что, так что это интересно, да, что мы не играем, как бы, одинаково, да, каждое время дает что-то свое, так что это, так, запись того времени, как я тогда думал об этом. Так и есть. Как-то у нас было интервью с выдающимся российским галанчелистом Александром Князевым, он говорит, что когда проходит некоторое время, после записи хочется еще раз записать то же самое, хотя вроде бы я остался доволен тем, что написал. Жизнь настолько меняется, и каждый раз вносит коррективы в собственную интерпретацию. Айгерс, вы очень часто исполняете современную музыку, а вот что ближе вашей душе, играть баха или играть современную музыку, или играть, например, Лейста, Мендельсона? Я вот всю жизнь любил вот разновидности, да, изначально даже по сферам, и вот я был певцом, я был дирижером, я был органистом, так что это трудно менять в своей жизни, да, в один день там играть орган, в другой петь. И сейчас тоже вот насчет этой стилистики, я думаю, что вот каждая стилистика как бы вместе сливается, так что бах как бы дополняет сегодняшнюю музыку и в другом, да. Если я вот сейчас весь этот первый период этого года вот работал с новыми сочинениями, то я вот с радостью возвращаюсь опять к Баху или к Регеру, так что это жизнь очень разная у меня, и это очень хорошо, я думаю. У вас очень насыщенная жизнь, вам приходится и административную деятельность совмещать с исполнительской, и какое время для вас оптимальное для репетиции на органе, для того, чтобы и поддерживать себя в форме, и развиваться? Ну, конечно, это по возможности, вот как вы сказали, вот эта администрационная работа иногда возьмет очень много, потому что в это вот ковидовое время все может как бы вот эти концерты, все надо организовать, это наиболее труднее, как перед этим, да, там надо работать с нашими, вот с культур-капитал-фондами и так далее, разные проекты, чтобы вообще были эти концерты, когда все закрыто, например, вот эти рождественские концерты, вот могли состояться только с этим, ну, финансирование, да, разных фондов, так что это очень большая работа, и так что, что остается для моих репетиций тогда, что надо вот успеть все подготовить, конечно. Латвия может похвастаться тем, что поддерживает современных композиторов и, наверное, именно пишущих для органов. Огромное количество произведений пишется, и я, например, не могу это увидеть ни в России, ни в других странах Европы. Как думаете, этому способствуют как раз именно органисты тем, что так часто исполняют, тем, что включают в программу? Вот можно сказать, что фактически такой органный бомб современной латвийской органной музыки. Ну, вот это наша миссия, наверное, это наша культура, она должна развиваться, да. Конечно, мы играем баха и так далее, но мы должны тоже как бы работать с нашими композиторами, чтобы содействовать, чтобы это творчество не остановилось. И в это ковидовое время наиболее, пока концерты остановились, вот это было, я должен сказать, это была возможность поработать как бы больше с композиторами, больше вот. И орган тоже был более свободный, чтобы немножко экспериментировать, да, поискать какие-то другие краски и так далее. Так что, ну, вот это, я думаю, это наша миссия, вот, рождать что-то новое, работать с тем, что уже написано, например, нашими юбилеарами, которые в этом году, ну, надо сказать, очень много и композиторов, и органисток. Мы в январь начали с юбилея Кристины Адамайте тоже, да, так что в этот году такие очень много как бы праздников, но вот в этот такой очень суровый такой, когда мы не можем праздновать тогда. Ваш любимый современный композитор? Что вам больше всего нравится? Может быть, есть какое-то самое любимое произведение для органа латвийского современного композитора? Ой, это, знаете, это очень трудно сказать. Я никогда вот себе как бы не настраиваю, вот это, а это нет, это как-то... Каждый даёт что-то своё такое интересное, новое, как бы, как мне даёт, да, и это очень-очень интересно. Вот то, что в мне плане, что вот Алфред Скаллиндж, он как-то вот уже давно не записан, он органист Домского собора, более 28 лет, я думаю, где-то он работал, да, вот и как-то не записали вот такой диск его музыки, да, и вот это как бы, я думаю, что сейчас вот мы должны как-то сделать всё такое, потому что вот эту музыку в советское время как бы играли и записывали, а вот сейчас уже последние, я должен сказать, 40 лет уже таких новых записей не было, как и Марди Розаринша вот этих органных концертов, да, которые должны звучать наших или в компьютерах, или в концертах, да, тоже. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях музыкальный директор Домского собора, главный органист Айгарс Рейнис, и мы всех приглашаем 2 июля на концерт немецкого органиста, будет концерт импровизации. 7 июля очередной органный концерт, и наконец-то, наконец-то будет звучать классическая музыка, не только с компьютеров, не только с радио, но и вживую. Я очень этому рада. Ходите на концерты классической музыки. Благодарю вас, Айгарс, за то, что пришли в студию, и была возможность узнать и о ваших планах, и о том, что было сделано в это тяжёлое время, которое мы все с вами наконец-то пережили. До новых встреч. До свидания, дорогие друзья. Всего хорошего. Радио Болткома